И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святой. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Обратимся с вами к Евангелию от апостола и евангелиста Марка. Господь, посылая на проповедь святых апостолов, повелел им ничего не иметь при себе. Одна одежда на плечах, сандалии на ногах, посох в руках, и все тут. И попечения ни о чем не иметь, вступая в труд этот, словно они были всесторонне обеспечены. И действительно, дорогие, апостолы были вполне обеспечены, без всякого внешнего обеспечения. А как же это устраивалось? Совершенную преданностью их волю Божию. Потому-то Господь так и устраивал, чтобы они не имели ни в чем нужды. Подвигал сердца слушавших на проповедь, и те питали и покоили проповедников. Но апостолы не имели этого в виду и не ожидали ничего, а все свое предавали Господу. Оттого терпеливо сносили и, если что встречалось, неприятно на их пути. Одна у них была забота проповедовать Евангелие Божие, и одна была печаль, если не слушали проповеди. Отсюда чистота, независимость и многоплодность проповедания. И ныне бы так надобно, но немощь наша требует внешнего обеспечения, без которого мы и шагу-то не сделаем. Это, однако же, не укор нынешним нашим апостолам. Вначале они точно опираются на это обеспечение, но потом оно исчезает из головы. И они самым трудом своим возводятся в состояние богопреданности, с которого момента надо полагать, и начинается настоящая плодоносность проповеди. А богопреданность – это высшая степень нравственного совершенства. И не вдруг до него доходят, как только познают цену его. Оно само, дорогие, приходит после трудов над собою. Потому здесь мы с вами должны сделать вывод, что прежде, делая какое-то дело, не будем искать плодов. Но Господь даст нам их. А потому постараемся возложить на Бога свою печаль. А Господь нас с вами пропитает. Лишь бы нам трудиться, а не лениться. На этом, дорогие, заканчиваю. Будьте здоровы и Богом хранимы. 17 мая в среду в православном календаре значится празднование в честь Старорусской иконы Божьей Матери. Она называется так, потому что долгое время сей богородичный образ находился в Старой Руси. В это место икону перенесли греки из Альвеополя, еще в первые времена христианства на Руси. В Старой Руси икона находилась до XVII века. Во время моровой язвы 1655 года одному жителю города Тихвина было откровение, что мор прекратится, если туда прибудет чудотворная Старорусская икона, а Тихвинская икона будет отправлена в Старую Русу. После перенесения икон мор прекратился, однако тихвинцы чудотворный образ не вернули и лишь в XVIII веке разрешили снять копию со Старорусской иконы. Список 4 мая 1768 года привезли в Старую Русу. В честь этого события было установлено празднество. А вот 17 сентября 1888 года Старую Русу был возвращен уже подлинник и установлена вторая праздничная дата. Благослови, Душевая Господа, и вся внутренняя Моя, имя Святое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok